Молодой, всего 26 лет ему. Я так понимаю, 91-го года рождения Кинон. 90-го года рождения Юрия Симойс. Если говорить о Юрии Симойсе и его академиях, он же был в АТОСе. А, был в АТОСе? Он был в АТОСе, но потом он... Он начинал в Чекмате, потом появился в АТОСе на некоторых... Ты знаешь, что он в Москве одно время тренировал стрелу? Нет. Он в Москве тренировал. У меня много друзей из стрелы рассказывали, как с ним тренировались. Они его Юра назвали. Ну, Юра, да, Юра. Он Юрий, действительно. В последнем своем бою, уважаемый Юрий, победил еще одного нашего соотечественника. Абдурахмана Беларова. Да, Абдурахмана Беларова. В Бразилии они боролись как раз. Но там без явного преимущества решение обсудить все было. Знаете, с бразильцем решение обсудить, выиграть бразильца... В Бразилии это невозможно. Будучи дагестанцем, очень сложно. Ну и впервые появился Юрий Симоэс еще на Берку-2 на ИСБ, но он не так часто все равно боролся в рамках... А там он боролся с Рамула Баралом или с кем-то? Не скажу. А я скажу. Сейчас узнаем. Так, 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 так. Ну и 2-1 статистика у Юрия Симоэса. Юрий Симоэс у нас боролся с Филиппо Пеной. Ни с кем попало. Да. А с чемпионом в ACB джиу-джицу 95 килограмм как в ГИ, так и в НОУГИ. Как раз наши. Он как раз объяснял, как они в ГИ боролись. Что-то там ничья была... Нет, наоборот, в НОУГИ как они боролись. Нет, он в НОУГИ, он сказал, Юрий Симоэсов выигрывал, а в ГИ у них было что-то и дро, дро нича. У дро нича как раз именно про метаболис. Общая у них статистика 2-1-1. А, 2-1-1, да? Да. Ничья между ними точно была. Знаменитая розовая капа от Кинона. Про нее мы тоже уже рассказывали. Типа розовая капа с нового дела. Я сначала думал, что он на коричневом поясе оденет себе коричневую капу, а на черную – черную. Ну, про Кинона вообще всегда приятно рассказывает. У него такая жизнь насыщенная, на самом деле. Чего у них... Такие детали. Розовая капа. Тренировки первые под руководством Би Джей Пэна. Да, да, да. Ну, гавайцы. Для многих гавайцев Би Джей Пэн являлся вообще идолом, поскольку... Ну, очень серьезных для гавайев, на самом деле, титулов он добился. Став первым необразильцем, который выиграл чемпионат мира по черным поясам, выиграв титул UFC в категории 70 килограмм, в категории 77 килограмм, он дрался с лётом Мачидой, который весил 95 килограмм. Ты видел этот бой? Вот такой вот Би Джей Пэн дрался в ринге вот с таким лётом Мачидой. Это как раз, знаешь, когда было, когда у Би Джей Пэна начались проблемы с UFC, он там... Ну, его же лишили титула UFC, потому что он в другой организации начал драться. Вот как раз в этой организации он с лётом Мачидой дрался. И решение проиграл. Лёта там не финиширует, ничего его не смог. Тем временем Киннон Корнелиус контролирует... Ну, захват за рукав Юрия Симойса. Конечно, я уверен, сегодня мы обязательно увидим Вормгард. Это знаменитый гард Киннона Корнелиуса. Ну, опять же, может и не увидим, только потому что Юрия Симойс прекрасно всё это понимает и будет глушить все начинания этих техник на самом корню. Посмотрим. Очень тяжело глушить Киннона на протяжении долгого времени, потому что он пластичный и вообще не напрягается. Все эти движения делает, мне кажется, без единого напряжения. А чтобы все эти движения тормозить, напрягаться-то приходится. Если посмотрите по телосложениям, Киннон такой, знаете, долговязый, худенький, как будто бы более выносливый, а Юрия такой пенёк. Ну и сами понимаете, как бы с таким телосложением, мне кажется, чуть выдыхаешься раньше, чем более жилистые и худые. Всё-таки много мышц, их нужно кормить кислородом и всё такое. Наверное, одна из самых регулярных позиций, в которых Киннон оказывается. Так, вот в английском она называется upside down. Вот всегда у меня на русском проблема. Как же объяснить людям, вот зайдите... Ну, upside down по-русски просто тяжело сказать как-то, по-моему. Ну, понимаешь, тяжело сказать, да? Ну, вверх тормашками там, или, не знаю, вниз головой, да, там. Ну, что-то такое. Не шиворот на выворот, ну, вверх тормашками. Ну, да, да. На самом деле, upside down так легко звучит, и всё понятно, да? А upside, типа, верхней стороной вниз. И Киннон, смотрите, выходит за спину. Моментально, ну, как сказать, моментально. Одна ошибка, и Киннон уже за спиной. Извините, пожалуйста. Захват Кимуры, правый хук уже заправлен. Я думаю, сейчас будет делать коронное движение. Левое колено подгонять к затылку Юрия Симойса. И амплитудным движением направо перетаскивать для того, чтобы заправить левый хук. Немного времени остаётся. Да, 30 секунд, немного времени остаётся, к сожалению, у Киннона. Нет, не получается забрать спину. Но и баллы нельзя отдать Киннону, конечно же, в последние 20 секунд этого раунда. А если ещё и заработать, вообще идеально было. У Юрия Симойса, ну, откровенно, очень сильная сторона. Это его вольная борьба. У него прям навыки вольной борьбы, ну... Если не сказать феноменальные, то очень хорошие. Поэтому Киннону не остается. Нет, феноменальные, конечно, мы не скажем. Потому что феноменальные навыки вольной борьбы у людей, как Авдора Шица-Дулаев, как Павлет Батыров и Моэйс Арсатиев. Откуда люди с феноменальными навыками вольной борьбы Юрия Симойс? Не оттуда. Не оттуда, далеко. Батч по вольной борьбе тебе бьют два апперкота. Ну да, это само по себе свинство со стороны Дэниела Кармия. Ну пусть он потом... Он человек с увестливой. Даже не то, чтобы свинство, но с точки зрения регламента. Ну, понимаешь, если в футболе человек ударил по лицу другого, ну, это всегда красная карточка. Мы вот видели, 4 пеналти мы увидели в прошлом тритинге. Нет, но это не откровенные 2 удара, заметь. Мы увидели 4 пеналти, субъективные, с точки зрения, как бы, судья. Ну, мог он там увидеть пассив, мог не увидеть. А как бы, когда весь стадион видит, как в матч по вольной борьбе бьют два апперкота, это очень странно. Но больше всего меня удивило, на самом деле, ну, какой бесстрашный Дэниел Кармия, представляешь? Он же мог оттуда не уехать вообще. Мне кажется, он не совсем... Не совсем понимал всю опасность, да, ситуацию? Наверное, думал какой-нибудь там себе Денвер, Колорадо, да? Махачкалинского варианта. Ну, такое, вот как раз в Колорадо село, это что-то типа Саус Парка, мне кажется, там ничего страшного произойти не может. Вечно снег идет, да? Я не знаю, если я в фильмах вижу там что-то со словом Колорадо, там всегда снег, ужасная погода, какие-нибудь медведи по улицам гуляют. Юрий Симойс тем самым делает очень странное движение с точки зрения его сильных сторон, он прыгает закрытый гард. Почему-то, я думаю, он будет пытаться делать тейкдаун со стойки. Может, он просто не хочет, чтобы Кинон работал свою откровенно сильную сторону этот гард. И попытался попроходить Юрия. Ну, просто Юрий даже в первую минуту не показывал своих навыков борьбы, получил пеналти за пассивное введение боя на пару с Киноном. Ну, интересно он действует в этом поединке, не используя свои очевидно сильные стороны. Видимо, хочет удивить Кинона какими-то домашними заготовками. Да, у него этот тренер Кайотера, извините, у него с гардом вообще не то, что проблем никаких нету, там невероятнейший гард. Ну, Кайотера тоже десятикратный чемпион мира по джиу-джитсу. Восемь раз подряд он выигрывал чемпионат мира нау-ги. В общем, в плане научить Юрия Симойса работать снизу, у него никаких проблем нет. Он где хочет научить работать, и, смотрите, Кинон очень неплохо добывает захват. Мне кажется, он сейчас будет пытаться делать проход не слайс. А почему это проход не слайс называется? Ну, слово не, это колено, слайс это как бы нарезать, да, типа коленом прорезает ноги. Вот если вы сейчас обратите внимание, сейчас именно та позиция, с которой Кинон будет правым коленом влево резать. Он либо здесь будет пытаться его душить, ну, чаще всего они используют это движение, чтобы начать проходить гард. Здесь будет комбинация, то проход гарда не слайсом, то крошечок, то проход, то крошечок. Вот-вот-вот коленом, видите, прорезается вперед, прорезается, прорезается, вот. Но Юрий за то, что левую ногу через голову смог закинуть, благополучно пока что держится в этой позиции. Мне кажется, Кинон сейчас левой рукой нужно бы пятку убирать. Нет, видите, решил пошло продолжать душить. Уже немножко прекратил, в принципе, движение прохода гарда. Просто как будто за шею охотится Кинон. Теперь в положении upside down у нас Юрий Симойс. Как будто это положение Кинон гораздо проще дается, чем Юрий. Наверное, ввиду пластичности. Ну, Кинон вообще удивительно техничный, пластичный, гнущийся, ну, любой эпитет, он как, не знаю, резинка какая-то, но он... Спагетти гард. Да. Юрий подкручивается под рычаг колену, но Кинон очень умело все это делается на самом начальном этапе, счищает. Тем временем у нас второй раунд подходит к концу, остается лишь одна минута. Ну, ладно, одна минута и три секунды. Так положение называется, так называемое положение распятия, потому что, видите, он двумя ногами держит одну руку Юры, двумя руками... Ну, ладно, не двумя руками, но одну руку, ладно, он уже бросил эту идею с распятием. Не уверен, что хорошая идея была бросать идею распятия, но... Пока что такой непонятный... А, конечно, он оплату он хочет сделать, видите? Просто Юрий это очень хорошо чувствует и плотно контролирует. Да, пытается оплату завершить. Да, смотрите, болевой, скорее всего, будет здесь, смотрите, очень, 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 очень... Есть! Это первый омоплата-финиш, который я видел в турнирах ACB. Вот это прием омоплата, да. Очень редкий прием. Вот это прием омоплата, это прием, который делается, можно сказать, Кимура ногами. Да, ну, его просто очень непросто исполнить на Кимура. Кинона и Юрий даже не поскупился на поздравления, пошел поздравил Кинона с этой красивой победой. Сначала мне причем показалось, что он как будто бы там начал застревать, застревать, а потом... А потом все пошло как надо. Поздравляем Кинона Корнелиуса с очень красивой победой.